Шов начинается продольным вколом и выголом на расстоянии 5-7 мм от края разрыва и условно делит сухожилие на треть и две трети. Не отходя от линии шва на расстоянии 2-3 мм от вкола, производится вкол сверху вниз перпендикулярно длиннику и попречнику гульти. В образовавшуюся петлю просовывается нитка с иглой и блокируется петля. Следующая петля формируется в обратном направлении, то есть вкол иглы осуществляется снизу вверх, и также блокируется петля. Далее по принципу зеркальной симметрии прошивается другая сторона сухожилия. И симметрия является одним из самых важных аспектов данного шва, так как она гарантирует состоятельность шва. Потому что в случае асимметрии шва, нагрузка на сухожилие будет распределяться неравномерно, что приведет к ранним диастазам. Хотелось бы сделать примечание, я не прошивал шов насквозь, сверху вниз, так как сухожилие очень толстое и твердое. Это сухожилие говяжье, и у меня просто навсего игла бы сломалась. После того, как мы прошили второй отрезок сухожилия, образовавшие нити заряжаются в холостую иглу и выводятся на внутренний угол блокируемых петель. Это необходимо для того, чтобы сохранить гибкость и эластичность сухожилия. Далее, за выведенные нити мы подтягиваем сухожилия к друг другу и завязываем внествольные узлы с двух сторон. Но для того, чтобы внествольный узел не нарушал скольжение сухожилия, что является одним из основных требований сухожильных швов, мы выводим его сбоку сухожилия, тем самым пряча узел внутри сухожилия. Основная масса сухожильных пучков собрана и фиксирована осевым швом. Далее мы накладываем эпитантинозный шов для адаптации перевереческих участков сухожилия, для повышения прочности и профилактики диастазов. Блин, вы не представляете, на какие крайности я пошел для того, чтобы сшить это толстое сухожилие. Для того, чтобы сохранить свою иголочку. Но в лицах я все равно ее сломал. Теперь мне придется снова ехать ангиабат. Так, я выполнил сухожильный шов по Кракову. Модифицированный, то есть я сделал меньше вот этих петель. Должно быть два ряда, просто он драматичен. А также я добавил сюда эпитантинозный шов для состыковки краев. Получилось неплохо. Ну, пока я тут игрался, проверял его, немножко эстетичность нарушилась. В общем, буду проверять его на прочность. То есть сейчас я навешу вес. Каждый из этих блинчиков весит то ли килограмм, то ли полтора. В общем, навесил сейчас три. Предположим, что весит три килограмма. И посмотрим, образуется ли у нас диастаз. Поехали. Так. Ну, диастаза у нас нету. Это отлично. Попробуем добавить еще вес. Так, я добавил еще два блинчика. У нас здесь приблизительно пять килограмм. Может больше. Я не знаю, что это за старт такая. Проверяем. Так, спокойно, пять килограмм. Без диастаза. Отлично. Добавляем еще два блина. И один. Так. Я добавил еще блинчик. Так, посмотрим на результат. Поехали. Диастаза пока вот нету у нас. Нет. Так, диастаз у нас не образовался. Вот, я так смотрю, он даже не планирует расходиться. Я думаю, десятку спокойно он держит. Диастаза пока вот нету.